Приветствую вас и поскольку у вашей супруги есть достаточно серьезное, четкое, лаконичное обоснование тому, что она делает, то я думаю, что у нее все хорошо. То есть нет никаких признаков говорить о том, что у нее может быть, например, какое-то физическое заболевание. Я думаю, что ваша супруга действительно увидела в этом что-то такое, знаете, ну, интересное для себя, что-то такое, действительно, такое, как бы это сказать, инноваторское для себя, такое свободное, то есть позволяет ей чувствовать лучше себя именно дома и, собственно говоря, это она и использует. И вам это, конечно, вот может не нравиться, я понимаю, что вам это, скорее всего, может не нравиться, но понимаете, формально ваша супруга находится в своем праве. Ага, формально она находится абсолютно в своем праве и я бы сказал, что это можно назвать, знаете как, своего рода, ну, не то чтобы прямо нормой, да, не то чтобы прямо каким-то вот таким обычным поведением. Это поведение, это может быть и необычное, но от того, что оно необычное, оно не характерное, оно не становится ненормальным. То есть, в принципе, вред ваша жена никому не несет. А то, что у нее отсутствуют комплексы и скрытие, как бы, ну, да, да, то есть одежда это, как бы, ну, некоторые считают, что одежда это цивилизация и что, в общем-то, ничего хорошего, как бы, она не несет это одеть. Потому что она, наоборот, делает человека слабым. Так вот, момент заключается в том, что если ваша жена так считает, то нет оснований говорить, что она не нормальная. Да, может быть, ее поведение нетипично, именно нетипично. Но, понимаете, в чем дело? Нетипичность поведения, это не означает его аномалии. И поэтому я думаю, что именно аномалии нет, ага, посмотрела она это где-то, наверное, в интернете, скорее всего, либо где-то еще, и теперь активно это делает, ей это понравилось, тогда, либо, может быть, тоже не посмотрела, а случайно просто как-то с этим столкнулась. Такое тоже, в общем-то, бывает. И надо сказать, что единственное, что можно вам реально сделать в этой ситуации, это просто, например, ну, например, до нее донести, что вот вам не нравится. Вот просто вот до нее донести, что вам неприятно, что вам не устраивает. Ну, опять же, если она, если она не склонна к тому, чтобы, например, прислушиваться к вам, если она будет стоять на своем, допустим, то вы никак не сможете ее, вот, переубедить. Потому что, ну, вообще она сама сможет сказать, что это мое право, как бы, хочу, там, делаю это, не хочу, не делаю, и ты не имеешь, как бы, основание меня это допрещать. И, к сожалению, она будет здесь справа. Поэтому вам нужно для себя определиться, либо вы принимаете ее, либо вы принимаете такой подход, да, ее такой вот, ну, нетипичное такое поведение, да, необычно, необычно, либо нет. И если принимаете, то тогда просто смиритесь с тем, что ваша жена вот так себя ведет, не ищите здесь каких-то смыслов, просто живите и все. Другое дело, что если вопрос идет о детях, то есть вот о детях, это, конечно, видеть не нужно. Если, например, визит к вам детей, и они останавливаются, то тогда, конечно, большая проблема есть с моральным, ну, как бы, с моральным перекосом, например, вашей женщины. Если такая ситуация есть, тогда можно говорить о том, что это действительно ненормально. Но пока никто не страдает от этого, а, к сожалению, нельзя говорить, что ситуация может быть как-то плохой для, например, вас, ну, и так далее. То есть решать-то, конечно, вам, безусловно, решать, конечно, здесь только вам. Это скорее, знаете, скорее мораль, это вот скорее вопрос морали, чем, знаете, это скорее вопрос морали, чем психологический вопрос. Потому что каждый сам для себя определяет эту норму морали, знаете, и если она продолжает одеваться красиво и все, но при этом дома предпочитаясь ходить так, как она ходит, к сожалению, это ее выбор. И это ее выбор, как взрослого человека, это ее выбор, как, ну, человек, который несет ответственность за свои действия. Как бы вам это было, может быть, неприятно или неудобно или некомфортно, но это ее выбор. И вы можете либо только принимать его, либо нет. Если на поведение, если поведение будет как-то еще по-другому выражаться, тогда да, 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 вы можете иметь предозрение о том, что она действительно испытывает проблесные проблемы. Но пока, к сожалению, ничего об этом не говорит. Я надеюсь, что вы разделите со своей супругой ее такое, можно сказать, увлечение и, ну, либо присоединитесь к ней в этом, что сделает вас, наверное, еще ближе, еще более, так сказать, единым, целым. Либо вы хотя бы, ну, молчаливо согласитесь с тем, что она делает, потому что изменить ситуацию вы не можете. Я желаю вам удачи, я желаю вам терпения, я желаю вам понять свою жену, я желаю вам принять ее выбор, я желаю вам не искать, как бы, ну, каких-то скрытых причин в том, что она делает, но вместе с этим я желаю, чтобы вы смотрели на себя и прислушивались к себе, потому что никто не может отобрать у нее право ходить так, как она хочет, но и никто не может лишить вас того же права принимать или нет. Если вы скажете своей жене, ты знаешь, я тебя очень люблю, но не хочу, чтобы ты так себя вела, это будет тоже ваше право. Другое дело, какие у этого будут последствия. Поэтому решение принимайте удвешено, а можно со своей супругой стоит еще поговорить, сказать ей, например, что вы не хотели бы, чтобы на нее смотрели, смотрели, чтобы ей любовались и так далее. Убедят ее слова, не убедят ее ваши слова, неизместно, но попробуйте, что это если не убедят, давайте вам решать, принимать то, что она делает, смириться с этим или нет. Главное, чтобы при этом вы не нанесли вреда себе. Желаю вам всего доброго. Если какие-то вопросы остались, буду рад помочь, пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.